Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера или позавчера мне позвонила женщина из Краснодара, она подписчица моя, и спрашивает, что мне делать. Она открыла брокерский счет благодаря мне и купила на этом брокерском счете евробонды, валютные облигации, которые дают 7% годовых в валюте, в виде купонов, купонные выплаты. Очень хорошая доходность, это облигации веба, очень хорошая доходность, говорит, маловато. И она очень сильно расстроена по этому поводу, потому что говорит, что это такое, денег-то недостаточно, во-первых. Во-вторых, евробонды, когда она покупала, а доллар стоил 65,5 или даже может быть 67, я не знаю. А потом доллар опускался до 64 и даже до 63,5, и стоимость в рублях понизилась. И она говорит, что доходность получается, лучше бы я вложила на депозит, если бы я вложила в рублях, я получила бы больше. И она спрашивает у меня, говорит, давайте, знаете что, я, говорит, хочу купить американские акции, которые выплачивают регулярно дивиденды. Вот какие вы мне акции посоветуете купить? Она звонила мне позавчера буквально. Но если вы видели, что вчера случилось с индексом S&P 500, в общем сказать, вы, наверное, понимаете, да, что может случиться с акциями. И еще она спрашивала у меня, а может быть мне деньги вложить вот в эту австрийскую компанию, чтобы, ну, компания уже сразу мне выплачивала вот эти вот пенсионные выплаты сразу. Дело в том, что, ну, ей уже 65 лет. Вот. И, ну, я спрашиваю, а сумма-то какая? А сумма, друзья мои, 5000 долларов. Вот такое дело. И смотрите, что получается. Да, действительно. Смотрите, доходность в валюте очень высокая, 7% годовых. Вы нигде такую не найдете. Это вот сейчас, ну, гарантирую точно совершенно. И она говорит, я хочу продать эти облигации и купить американские акции, которые как раз сейчас в условиях торговой войны с Китаем, они могут упасть. Вот. А что будет с облигациями? С облигациями ВЭБа. А смотрите, что будет с облигациями ВЭБа. 7% годовых в валюте. И буквально вот... Что я хочу сказать, что не жадничайте, друзья мои. Надо не дергаться. Я ей посоветовал, потому что, ну, смотрите, что получится. В результате, если вот она сделает все то, что она, ну, хотела сделать, то, что она меня просила помочь, в чем ей. Как только она продаст эти облигации, сразу же доллар начнет дорожать. То есть она просто, ну, буквально выходит из долларового актива и начинает доллар дорожать. Ну, вот, так сказать, ну, все говорят, что рубль недолго будет держаться, сейчас нефть падает. В общем, сказать, ну, как бы все ожидают, что рубль будет падать, а доллар, соответственно, дорожать. И она хочет продать при этом валютные активы. И купить при этом акции. Акции американских компаний. Вы знаете, что вчера, например, индекс S&P 500, там, из-за, ну, вот этих вот распри Америки с Китаем, он упал очень сильно, там, на 10% буквально за один день. Ну, что вы, ребята, если вас не устраивает веб, доходность, облигации, то есть это как раз сейчас то время, как раз, когда надо покупать облигации. И вы нигде не найдете облигации с такой доходностью, с которой она уже купила. Потому что, ну, такого просто не бывает. И, значит, смотрите, что произойдет. Она купит, например, акции американских компаний, они тут же упадут. Однозначно. Вот, доллар тут же вырастет, она потеряет, ну, то есть акции упадут. Она тут же, так сказать, их захочет продать, естественно. Вот, после того, как она продаст с убытком, что делать? Назад в облигации, а в июле месяце, что ожидается? Ожидается заседание ЦБ. И, в общем-то, с большой вероятностью ставка рефинансирования будет понижена. Ключевая ставка в России. Что это значит? Это значит, что все доходности будут снижаться. Они уже снижаются. Доходности по депозитам. И это значит, что уже невозможно будет... Да, и доллар начнет расти, потому что нефть падает. И уже, если она захочет назад вложиться, скажет, да нет, лучше я вложусь в еврооблигации, то еврооблигации уже будут давать доходность 3% годовых валюте вместо 7%. И при этом долларов станет меньше. Ну, друзья мои, не дергайтесь. Мой вам совет. Не дергайтесь. Если вы купили какие-то бумаги, ничего не делайте. Что по поводу накопительной программы? Ну, я спросил, какая сумма денег? 5 тысяч долларов. И самое страшное, самое страшное, что может произойти... Я вот очень-очень просто вот буквально умоляю ее, Любовь Петровна, не попадитесь в руки мошенников, потому что вы прямо вот прямой их клиент. Потому что они вам пообещают 30% годовых в месяц. Не годовых, 30% в месяц, что вы будете зарабатывать на Форексе. И 30% от 5 тысяч, понятно, что это полторы тысячи долларов. И очень многие могут клюнуть. Но у вас... Вы потеряете эти деньги за 2 недели, скорее всего. Вот. Ну, то есть, как правило, это так происходит на рынке Форекс, потому что ничего на свете не дается бесплатно. И высокая доходность сопряжена всегда с огромными рисками. А на рынке Форекс риски огромные. И, как правило, вот эти компании, они... Им на самом деле пофигу. Когда они туда зазывают, они говорят, здесь можно заработать. Да, действительно, это так. Вы можете заработать даже. Один месяц можете заработать два месяца, но на третий месяц вы сольете вообще все, и вы останетесь ни с чем, а абсолютно. Причем то, что вы заработали, вы вряд ли выведете. То есть, они будут вас убеждать, что надо, надо, надо еще вкладывать, надо еще вкладывать. Как только они поймут, что вкладывать вам больше нечего, люди сливают полностью все. Потому что на это рассчитано все. Поэтому я советую вообще ничего не делать. У вас очень хорошая доходность. 7% годовых. Доллар подорожает. И через год доллар еще подорожает. Я вас уверяю. Ну, почти наверняка. А что нужно делать? Ну, конечно же, денег мало, потому что 5000 долларов – это мало. На 5000 долларов вам никакая страховая компания, вообще никто не обеспечит хорошую жизнь. Потому что так не бывает. Потому что нельзя обеспечить очень хороший пассивный доход за 5000 долларов. И нельзя обеспечить доходность высокую без повышения рисков. А самые малорискованные активы, которые есть – это именно облигации. Причем облигации вот такие вот, ну, квази-государственных банков, скажем, типа ВЭБа, в которые она и вложилась. Поэтому мой вам совет – не дергайтесь. Лучше увеличьте свои активы. И можно купить, ну, скажем, не один тип облигаций, а несколько типов облигаций, у которых будут разбег по выплате купона. Дата выплаты купона надо смотреть. Ну, скажем, например, выплата купона, скажем, январь-июль, потом, значит, скажем, февраль, там, скажем, март-сентябрь, и, соответственно, апрель, там, май, скажем, ноябрь. И у вас будет, там, через каждые два месяца выплата купона, у вас будет какой-то пассивный доход постоянно капать. Да, он будет небольшой, но он будет надежный. И в 65 лет уже поздно вкладываться в рискованные активы. В 65 лет деньги надо держать в облигациях, именно в том, в чем они сейчас у вас лежат. Потому что времени для того, чтобы исправить ошибку, у вас уже не будет. Вот такое дело. Поэтому я, ну, очень-очень советую в этом возрасте держать деньги в облигациях. Именно в еврооблигациях. Кстати, я вчера был на собрании в открытии по евробондам, и там выступала Наталья Смирнова. Это просто вот, ну, на мой взгляд, лучший специалист в этом деле. И не просто лучший специалист, а лучший человек, который может лучше всего рассказать об этом. Потому что вот так, как она рассказывает, ну, вряд ли кто может так четко и доступно объяснить. И я... Да, я вел там запись. Для всех, кто участвовал в курсе биржи для чайников, для тех, кто закончил эти курсы, я выложил это только что в чате, в общем. Ну, там целые два часа. Я думаю, что на канале это выкладывать неинтересно. Ну, для тех, кто уже в теме инвестиций, в теме биржи для чайников, я выложил это, можно будет посмотреть. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. И не рискуйте.